Вот ты, Вабуся, как считаешь, вообще, вот, смотри, вот приезжают мужики в гараж, оставляют машину около гаража, а сами там запираются в гараже. Что они могут делать там в гараже? Чё, пить. А ещё? Нет, а если один мужик, допустим? Один мужик, что он там делает, пьёт один? Спать может, захотел полежать. А ещё? Чё-нибудь такое прямо абсурдное, придумай, что он там может делать. Не знаю. Глава мужиком, я бы, может, знала, чё вы там... Ну, придумай, пофантазируй, может, он там строит лодку из пластиковых ложек. Может, ремонтирует. Что ремонтирует? Ну, что-нибудь там, какую технику. Ты что-нибудь придумай смешное, как я тебе сказала, что он там строит лодку из пластиковых ложек, например. Не знаю. Или гвоздодёром... Ты мне хотела статью всё написать, в газету. Слышишь? Клавно патит. Слышишь газету, статью про поросёнка? Статью про поросёнка? Которого покормить забыли? Нет. Другой? Мы когда сюда переехали, та хозяйка купила поросёнка. Какая та хозяйка? Которая вместо нас живёт. А-а-а. В том доме Тамара. Осенью. Все эти банты поставила туда, в сарайку. Сарайка на замке была. Будка была у неё в сарайке. И вот такое окошечко. Ещё Лёнчик выпиливал. И вот она туда, собака, заходила и лежала в конуре. Ей утром постучали. Пять утра. И говорит, у вас сарайка открыта. А снег осенью только выпал. Она пошла туда, в сарайку. Смотрит. Ни одной банки нет. Запасы-то осенью имела. Заглянула и поросёнка нет. Слёзы. Представь себе, я весной купила, она кормила полгода. Пошла она по следам. А следы идут к милиции. Она... А дом-то у нас... Ты не показывала, где мы жили? За милицией. Показывала, наверное. За милицией. Около элита. За элитой. А милиция-то рядом, но это... И главное, до туда следы дошли, а обратно нет. Она идёт, говорит, посмотрит, видимо, в милицию ушёл поросёнок-то оставаться. Пришла обратно, к сарайке стоит вот так вот. Не так жалко банки, вот эти все, как жалко поросёнка. Стоит и говорит, а собака-то где вот была? Почему она пустила кого-то? Поросёнок-то и захрюкал, он в конуре сидел. Я говорю, Таня, ты ещё когда в редакции была, я говорю, напиши ты, пожалуйста, об этом. Так выходит, украли-то собаку или эта собака украла банки? Или банки украли собаку? Собака-то почему пустила кого-то? Или собаку украли и разложили по банкам? Нет, получается, есть сарай, в котором и собака жила, и поросёнок, что ли? Ну, там... Поделена была, да, типа? Да тут первая-то у дверей у него просто будка была. Не на улице будка, а в сарайке у собаки. Но она могла выходить на улицу, потому что была дырка в двери. Но она была на цепи или нет? А кто его знает, я сейчас не знаю. На цепи она. А какая разница? Украли собаку. Так собаку украли, получается? Да нет. Она где-то бегала, она где-то бегала. Нет, то что... Поросёнок-то спрятался в конуру. А, поросёнок спрятался в конуру? Конечно. Побегал до медицей, да. А банки все украли. А банки собака вынесла. Продала. Алкаш был. У нас одно время была рубрика такая, как она называлась? Собаки и поросята? Да нет. Собаки-перебежчики. Что-то такое, и такое бывает, что ли, или... Вот что-то такое название было. И люди все писали всякие интересные истории. Я вот это... Британия напишет эту историю. Да, я работала в газете. А я бы на кошкомбинате поработала за конвейером. Вот это я вообще не могу. В каком? Кошка? Кошкомбинат. Там делают кошек? Кожевины. Там делают кожаных кошек? Как настоящие, да? Кожаные. Вот как получаются сфинксы. Я когда уехала из Кунгура, мне так хотелось попасть на завод. Приехать и сходить посмотреть еще. Понятно. Я думала, что сфинксы делаются, как обычные кошки. А не получаются на кошке обедать их шью. Слышишь, мы должны вдвоем работать. Я работала одна. Два станка одинаково. Успевала все, что ли? Да. Ничего себе. Там ведь не остановишься, этот, конвейер. Хоть куда ты, хоть туалет хочешь, хоть покурить, хоть. Нет, ну там же есть перерывы, наверное. Обед. Кошек, например. Обед и все. Как хочешь. Там вперед вот так вот работу сделаешь, бежишь быстрее в туалет, приходишь, она у тебя вот сюда уже ушла, конвейер. Скорее, скорее, скорее делаешь. Первое время я спать не могла, мне все казалось, что конвейер, ой, конвейер, все, он уходит у меня куда-то, все, его ловлю, не успеваю. Мышки, бабушки, сны, конвейер уходит, поросят, они кормят. Не то, что у нас там. Нет, сны это нормальные, сны делового человека, хозяйственного. Не то, что мне сегодня снилось. Нет, главное, одинаковое. Сленчиком-то, вот что поросят-то мы не кормим. Не то, что, как мне, понимаешь ли, снилось, что у нас потоп в фильме, и мы такие по улице Ленина такие вскоре плаваем. Что там было-то, кто там ел, что? Еллю. Ну, расскажи снова. Да, бабка одна пришла. Куда пришла? Она показала, она в студию сидела и ела прямо так вот руками, ела землю. Есть такое расстройство, есть такое психическое. Что едят землю. Нет, есть серьёзное такое расстройство психическое. Едят землю. А были какие-нибудь у тебя странные желания есть что-то несъедобное, кроме конфет, не знай-ка? Ну, когда такого не было. Ну, там мел, спечки, звёздку. Мне запах нравится глины. Ну, чтобы её есть. А что-нибудь такое, чтобы тебе прямо есть хотелось? Мне вот паста нравилась в детстве. Там какая-то дракоша, что ли, называлась? Она пахла какими-то... Ну, она пахла вкуснее, чем она была на самом деле. Там ещё была надпись. Дракоша чистит зубки всего по три минутки. Ах, какие чистые белые здоровые у дракоши зубки. У пасты у нас был порошок зубной. Особо нет. Порошок прикольный, да, мне нравился. Я тоже им чистил. Мятный. Ни разу не чистила порошком. Порошок клёво, лучше, чем паста. Не знаю. Тогда почему мы покупаем пасту ещё и за такие деньги? Где его сейчас порошок тогда нужно? Можно покупать. Можно найти. Можно просто делать самим порошок. А почему вы дорогой берёте? Потому что мы её любим. Есть люди. У меня он лесная, 70 рублей. Так мы её на хлеб мажем. Так вот я к тому, что я как-то пасту попробовал есть. И мне не понравилось очень. Но она пахла очень вкусно. А мы были... Пахла джемом каким-то. Мы были в детском лагере. И мы её просто, знаете, что делали? Мы на подоконнике вот так вот делали. Ну, вот так вот её выдавливали такими штучками. И она высыхала. И мы ели эти конфетки. Мятные вкусные конфетки. Хочу пробовать. А мы вот чем заряжали вот эту вот, я не знаю. От столба до столба тянули проволоку. Вот этот тюбик делали. Как делали парни, не знаю. И вот он у нас тюбик вот этот вот по проводу этот катался. Какой тюбик? Из-под пасты. А, нифига. А что туда заряжали парни? Не знаю, как он держался на этом проводе. Это я не помню. Ну тюбики из-под пасты зубной. А никакие они бывали. Бывают железные, бывают. Не знаю. Железные, железные. Где были. Вот это я помню. Магия. Да, это, да. У нас таких не было развлекух. А что вы еще делали? Бомбы собирали? Ой, парни, что делали? Праздник, Пасху. Люди шли, бабки шли в церковь. По тропочкам. Снегу-то много. Они вот выкопают яму. Сверху прикрощаются. Бабок ловили. А что, она провалится домой и нет обратно? Не было у них надежды женщину какую-нибудь завести себя себе. Так хоть бабок, видишь, ловили. Что вы еще делали? Вы жили в колхозе. У вас же там было интересно. Кто в колхозе жил? Ну, ты там ездила, работала в колхозе. В каком колхозе? Ничего себе. У нас какие там колхозы в городе-то были? Ну, я так вообще предположила. Нет, ну ездила же ты куда-нибудь работать. В 16 лет я уехала из дома. В леспромхоз. Ну вот, леспромхоз. Что вы там делали? Это не то же самое, что колхоз, нет? Ну ладно. Леспромхоз это лесом занимались. Колхоз? Ходила на танцы каждый день в клуб. Одна. Почему? Парни ходили. Так как в фильме девчата тоже вот так вот делала. В шапке мужской, телегрейке. И они не знали, девки, что я с парнями ходила. В школу встречали девок. До того снегу выкатывать придут. Они на танцы и жалуются мне. А я тут же с парнями была. Бабушка-то у меня тролль. Вот и-то ты-то. Да что в 16 лет? У мата не было ведь еще. Ну я не знаю, был бы у меня и ум большой, я бы так же делала все равно. У нас, у какой я бабушки жила на квартире, у нее внук зав клубом, он ключи нам даст. И вы там отчебучиваете. Да, все танцевали. Мне очень это все нравилось, в фильме девчата, например, как они ходили в клуб. Классно? Конечно, классно было. Такое лобное место, где все вечерами собирались. В шахматы там играли, танцы. О, курили. Спасибо. Спасибо, это было очень ужасно. Возьму с собой в коробке орехов Макадамия, буду их купить.